Ну давай вот это вот снимем и отдам. Лучше отдать. По чексерам сделаю. Это же мировое, а то войну и так можно... Все, вот так на личные адресы или куда вы там отправили? А, это позавчера. Ответ. Пусть считает. Я думаю, что там и дадут кому почитать. Конечно уж покажут. Если хоть вот настолько мы это будем услышаны, это будет... Терпение мое лопнуло тогда, когда госпожа Меркель в Бундестаге сказала, что Россия хочет аннексировать Крым и все такое. Я уж не выдержал и решил. Я напишу, как депутат, как полковник вооруженных сил Советского Союза. Советского Союза, который объединил, дал возможность объединиться Германии. И 19-го числа будет 25 лет ликвидации стены. И все советские люди, русские, украинцы и других националистов, они это восприняли с пониманием. Так почему же госпожа Меркель забыла об этом? Сама, выходя с ГДР, изучавшая русский язык, ну вот душу, наверное, русских, она так и не поняла. И вот я ей хотел напомнить, что, госпожа Меркель, вспомните Бисмарка, что он говорил о России, о русских. И говорил, что русских нельзя уничтожить или разъединить. Даже разъединив, они как ртуть, все равно, как капельки ртути, соберутся все равно у кулак. И это будет, молю Господа, чтобы все руководители европейских стран, думаю, что и американцев, чтобы услышали это. Ни в коем случае Севастополь, Крым не относятся с какой-то дерзкостью, с такой наглостью к Украине. Мы любили Украину, любим и будем любить. Будем любить украинский народ. Но мы не приемлем тех людей, которые нам навязывают свою демагогическую, фашистовщую политику. Это мы не приемлем и никогда не будем приемлем. Так почему наше мнение никто не должен уважать?